Юнион. Зарабатывайте на зарубежной недвижимости. Получайте деньги каждый день. Это проще и выгоднее, чем ходить на работу. Ссылки в описании. Друзья, всем привет. Ну что, нужно рассказать, что, почему и как. Вы, наверное, заметили, да, что на канале в последнее время очень малое количество видеоматериала и, так сказать, шлак такой небольшой. Ну, не совсем то, что было всегда. Видео действительно слабое, я это признаю. Причины, ребята, даже не в выборы в горсовет. Я все успеваю прекрасно. Я каждую неделю с Сашей мы выезжаем в рейд. Мы стараемся, мы там планируем. У нас все новые и новые какие-то материалы. Ну, из наброски в голове получаются, что нам делать дальше. Но, как говорил Саша и как говорю я, и когда мы едем вместе, мы говорим, гаец пошел уже не тот. Мелкий, сорный такой, пугливый. Да, действительно, ГАИ перепуганное. Сейчас связано это с реформами МВД с выхода новой полицией. Они сейчас сидят на такой большой измене. И если они узнают, что мы заезжаем в город или что мы где-то рядом, все, все прекращается. Я говорю, чуть ли, ну, чуть ли что хочешь в этом городе твори. Ну, нет ни одного гаишника и все. Значит, в город, ребята, мы заезжаем очень тихо. Мы заезжаем, насколько тихо, или на поезде и берем машину там на прокат, или берем машину у знакомых, у очень доверенных людей. Бывает, даже на заправки не заходим, или же заезжаем на такие заправки, чтобы неизвестные были, чтобы нас там просто люди не узнали. Ну, поменьше, чтобы людей там было. В смысле, в ОКО там мы не заезжаем на такие заправки. Реклама. Незначай такую сделал. Не заезжаем, чтобы нас никто не узнал, и не оказался это кум, сват или брат того же гаишника или каких-то там ребят системы МВД, которые сообщили бы о том, что мы в городе. Поэтому стараемся быть аккуратными. Но я вам скажу, последних два рейда, две недели были провальные. Рейды были просто, ну, никакие. Мы по три дня, две недели, ну, в каждой неделе по три дня делали рейды, и они провальные. У нас абсолютно никого материала не было. Вы это можете видеть по каналу, потому что на канале ничего нет. Ни у Саши, ни у меня. Значит, видео с нашими остановками, их очень много насобиралось. Ну, их насобиралось, ну, наверное, ну, штук 30, наверное, точно есть. Но все эти видео, все эти видео такие, знаете, ой, здравствуйте, я вас узнал, а мы мерзнем. Ой, да, нам так... Ну, ты уже ничего с него не можешь сделать. Ну, и неинтересно это. Ну, и уже переживали мы тему наших остановок. Да уже очень много о нашем канале, все это неинтересно. Естественно же, интересно поймать гаишника на взятке, поймать его на каких-то противоправных действиях. Сделать, так сказать, экшен какой-то, ну, что-то новое показать. Хочется нашему зрителю сделать что-то приятное, а не одно и то же, которым завален весь канал. Поехали дальше. Ребята, я скажу, что нужно немножко подождать, и все наладится. Будет нормальный материал, мы сейчас сделаем новые наброски. И кое-что могу рассказать, что всунули нос мы в медицину все-таки. Есть у нас первые наброски, да, просидели мы в очереди с Сашей к невропатологу два с половиной часа. Не скажу, в каком городе, не скажу, где. Ну, кое-что отсняли и в кабинете невропатолога, и перед кабинетом, и там панику такую отснялись. Ну, мы особо нигде не участвовали, так только наблюдали и скрытую съемку вели. Так что пробиваем сейчас, суем свой нос в больницу. Думаем, что это будет интересно для нашего зрителя. Ну, и покажем вам, как только будет собираться достаточное количество материала по этому поводу. Также хочу, ребята, попросить наших подписчиков, если вам мешает реклама, и вы очень недовольны нею, пожалуйста, промотайте ее, не смотрите ее, поступайте, конечно, с ней как хотите. Но я вам скажу, что рекламодатели являются большим толчком для нашего канала. В плане, если не будет рекламодателей, однозначно, не будет никакого видео, мы не сможем выезжать в рейды. Рекламодатель дает средства, естественно, мы ездим за эти средства по всей Украине и пытаемся отснять какой-то материал. Материал интересный для вас, пытаемся отснять. Так что так, по рекламе. Есть несколько вопросов важных, которых я почитал важными, в комментариях вычитал. Хочу на них ответить. Где видео с анонсов? Анонсов. Ребята, действительно многое видео с анонсов не повыходило. Почему? Хочу сообщить. Потому что есть в анонсах видео такие, были предоставлены, в которых гаишник в полном видео. Гаишник или получает под зад, или получает в ухо, или получает по носу. То есть, очень серьезное, серьезно провокационное видео. Ну, чуть ли не там драки. Такие видео публиковать нельзя, потому что эти видео будут являться доказательной базой для уголовного преследования в отношении нас. Поэтому, ребята, пожалуйста, потерпите чуть-чуть. Я думаю, настанет момент, когда можно будет эти видео опубликовать, но не сейчас. Второй вопрос, ребята. Вопрос, который звучит под каждым видео. Вопрос, когда вы приедете в наш город. Ребята, ну, если даже мы приедем в ваш город, то мы об этом никому не сообщим. Мы не сообщим об этом, даже когда находимся в вашем городе. Я уже перед этим рассказал, почему. Потому что, не дай бог, кто-то узнает, все, сразу же все. Ну, никакого материала ты не отснимешь, и пребывание в этом городе будет неинтересным, и мы будем переезжать в другой город. Ну, и так далее. Ну, а города друг с другом бывают, передают информацию, и, естественно, приходится переезжать аж через 3-4 города, чтобы не знали, что мы рядом где-то. Когда будут материалы с новой полицией? Ребята, материалы с новой полицией будут тогда, когда полиция будет пороть бока, как-то можно так сказать. Когда она будет, когда она расслабится, когда она поймет, что можно взять деньги или можно кого-то обидеть. Сейчас полиция вся пушистая и нежная, поэтому особо хорошего материала какой-то с новой полицией, ну, на шкрепсти невозможно. Тем более, новая полиция сейчас не во всех городах, это Львов, Одесса, Киев, Харьков, ну, наверное, и все. Вот, скоро в Херсоне стартует, Запорожье уже, Аваков был, запустили ее. Ребята, обязательно будет видео с новой полицией, обязательно будет, но там, где она будет вести себя неправильно с людьми, или же брать какие-то неправомерные выгоды с людей. И она, конечно же, это видео будет. Тут еще был вопрос, как я отношусь к новой полицией, ну, не знаю, ребята, как к ней можно относиться. Ну, я не знаю еще ее, я особо с ними не сталкивался, особо с ними не общался, поэтому я не могу вам сказать. Поживем-увидим, можно так сказать. Друзья, наша почта с Александром завалена просто письмами с просьбой помочь приехать в той или иной город и помочь по разным ситуациям. То ли это ДТП, то ли кого-то обидели в райотделе. Просьбы бывают даже такого характера, что кого-то мошенники развели на какую-то сумму денег на OLX или там в банке кидалово какое-то было. Ребят, поймите нас, мы не можем приехать в город, не можем вам помочь. Помогаем людям по мере возможностей. Если это спонтанно получается, если мы себя уже раскрыли в каком-то городе и видим, что человеку нужна помощь, мы, конечно же, помогаем. И применяем максимум сил, которые у нас есть, чтобы помочь человеку. У нас на канале существует очень много видео, по которым можно научиться, как помочь себе самому, ребята. Вы же сами понимаете, в нашей жизни не поможешь себе самому, тебе не поможет никто. Так что изучайте видео, в ситуации очень все разжеваны. Еще хочу добавить, что, ребята, милиция, еще раз хочу подчеркнуть, это обслуживающий персонал, который мы наняли на работу. Понимайте это, мы их наняли на работу для нашей безопасности, для охраны, порядка, охраны нашей жизнедеятельности. Что хочу сказать в конце, что, скорее всего, завтра я опубликую видеоматериал, который будет не совсем хорошо характеризовать меня. Я, конечно же, там с такой сбором, с таким, напал на один из постов, ну, можно сказать, напал, да, нецензурной бранью совсем и так далее. Я постараюсь запикать это все, рассказать вам перед видео, что и как произошло, и почему это все случилось. Я думаю, что к завтрашнему дню я справлюсь с этим видео, я его опубликую. Ребята, всем пока, до новых встреч, все будет хорошо, удачи всем, пока!